МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расширение производства – главная задача, которую поставил перед руководством предприятия Михаил Игнатьев. Спрос на продукцию превышает предложение. Многие регионы рады бы сотрудничать, но технические мощности ограничены. Каждый день 500 тонн зерна перерабатывают. Это самый максимальный мощный, который может производить наш Чуваш-хлебопродукт. Нам надо работать на экспорт за пределы Чувашской республики, на экспорт за пределы Российской Федерации. У вас территория огромная, если нужно новый элеватор строить, кто мешает, надо встроить. Чуваш-хлебопродукты ежегодно перерабатывают 138 тысяч тонн зерна. Ассортимент самый разнообразный. Мука пшеничная, ржаная всех сортов, различные крупы, отруби, кормовые смеси. Качество продукции уже оценили во многих регионах. В Ульяновской, Челябинской, Ленинградской, в Республике Мариэл, Татарстан, Башкатарстан и других. Сегодня выручка предприятия составляет примерно около 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Здесь работает около 500 человек. Есть филиал, куча ваших продуктов. Это хлебоприемные пункты в Урнарах, Урмарах, в Козловке, Шумерле. Что касается поддержки, то предприятие субсидирует процентные ставки по кредитам, которые получает чуваш-хлебопродукт для закупки зерна, допустим. На сегодняшний день кредитный портфель предприятия около 280 миллионов рублей. Глава республики отметил, что перекупщики продукции делают слишком большую накрутку на продукцию. 25% это много. Предприятию необходимо самостоятельно работать с продавцами. Максимально сокращается почку от поля до прилавка. Еще одна проблема. В республике появились предприниматели, которые выпускают более дешевую и менее качественную продукцию. Причем ухитряются поставлять ее в образовательные учреждения. Михаил Игнатьев посоветовал коммерческой службе предприятия тщательнее формировать предложение для участия в аукционах на размещение госзаказа. В конце своего визита глава республики пообщался с коллективом. Некоторые вопросы взял на заметку. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Чем компетентнее и грамотнее будет учитель, тем больше знаний и навыков получат от него воспитанники. Как повысить профессионализм педагогов и что необходимо для привлечения молодых кадров в сферу образования. Об этом сегодня на встрече говорили глава Чуваши, Михаил Игнатьев, руководство и студенческий актив ЧГПУ. В последние годы в республике большое внимание уделяется образовательной сфере. Строятся новые учреждения, созданы региональные центры компетенций. Сформированы образовательные программы, налажены взаимодействия между профильными ступенями. И во главе всего этого стоит прежде всего педагог. Профессия учителя снова становится престижной. Те учителя, которые обучаются здесь, Ольга Юрьевна оценила нас очень высоко. Потому что, во-первых, мы сохранили педуниверситет. Хотя были вопросы и темы присоединения педуниверситета к ЧГУ. Я стоял принципиально, что этого мы не будем делать. Время покажет. И время показалось, что мы правы оказались. А в регионах Российской Федерации десятки педуниверситетов закрыли. Некому готовить учителей. А если не будут учителей с большой буквы, как мы будем воспитывать и обучать детей? Никак. Как отметил исполняющий обязанности ректора ЧГПУ Владимир Иванов, с каждым годом вступительный конкурс в ВОЗе увеличивается. Университет входит в число эффективных. Но вместе с этим существуют и проблемы. Новое поколение должно приходить. Это должна быть преимущественность. И здесь разрыв образовался. Особенно сложный период развития нашего государства. И здесь увеличение доли педагогов пенсионного возраста. За последние три года она увеличилась на 3%. Это тоже на старающих результатах. Реализация модели целевого обучения поможет привлечь кадры в образовательную сферу. Педуниверситет уже заключила договоры с Минобором Республики, муниципальными районами и с базовыми школами. Итог. Выпустить готовых и востребованных специалистов, которые вернутся в школы и вузы. Некоторые студенты уже работают по профессии, но опасаются, что это скажется на учебе. И выигрывать будут на выходе те студенты, которые точно в школах поработают и будут работать. Что касается возможности, закон образования сегодня говорит, пожалуйста, индивидуальную программу и здесь вопросы абсолютно прозрачно, все решается, нет никаких проблем, вообще не вижу проблем, с учетом того, что у вас высокая мотивация уже профессии. В завершении встречи глава Чуваши отметил благодарностями лучших студентов вуза. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Профессиональные и компетентные педагоги нужны будут уже скоро. В новой школе на улице Голодково. Семь дней в неделю, с утра до вечера на объекте трудятся строители. Сюда, как на работу, приезжают и родители будущих учеников, и чиновники администрации столицы. Сегодня вместе с ними выехала и наша съемочная группа. Алексей Маслов – папа будущей четвероклассницы. Сейчас его дочь учится в другой школе, и им приходится ежедневно преодолевать сложный маршрут, чтобы доставить ребенка в учебное заведение. Алексей регулярно приходит на стройплощадку, чтобы проверить, как идет строительный процесс. Я очень сильно рад, что у нас в Чувашии, в Чебоксарах появляются такие школы. На самом деле огромная школа. Отдельное крыло под начальные классы, отдельное крыло под старшеклассников. Замечательно. Вот мы находимся в помещении столовой. Это огромная столовая. Отдельно она будет разделена на секцию для старшеклассников, для младших классов. Я думаю, здесь будут замечательные, намного лучшие условия. Тут абсолютно замечательный ФОК, это физкультурно-оздоровительный комплекс. Абсолютно замечательная внутренняя территория. Есть автодром, есть свои хоккейные корты, есть свое футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка. Регулярно на стройплощадку приезжает и замглава администрации города Анатолий Павлов. Сейчас идет монтаж оборудования и другие внутренние работы. Запланировано и благоустройство, которым займутся весной. За последние 10 лет это первая школа, которая строится на территории города. Действительно, для нас это очень важный момент, поскольку это первая школа в рамках реализации федеральной программы, а всего на территории города в рамках данной федеральной программы планируется построить 10 школ. И, скажем так, школу на Гладково – это первая ласточка. Этот объект важен для столицы. Сегодня в Чебоксарах в 15 школах дети учатся в две смены. В следующем году планируется начать строительство школы в микрорайоне Волжский-3. А на Гладково ученики появятся 1 сентября 2017 года. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. Федеральный центр информационных коммуникаций составил рейтинг мэров 88 городов России. Сети-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков вошел в лидирующую группу списка. Хронологические рамки рейтинга охватывают весь 2016 год. В числе участников – руководителя столиц всех субъектов России. Экспертами-составителями рейтинга выступили успешные политики, экономисты и журналисты, которые порой демонстрировали диаметрально противоположные точки зрения. Таким образом, в рейтинге можно увидеть максимально широкий спектр мнений и тройку лидеров, открывает мэр Тюмени Александр Мор. Серебро и бронзу получили мэры из столиц соседних регионов Татарстана и Башкортостана. Глава администрации Чебоксара Алексей Ладыков занял 17 место, потеснив мэров Сочи и Новосибирска. Эксперты отметили хорошую работу коммунальных служб города, а большинство наблюдателей одобрило наведение мэрии и порядка в области розничной торговли. Кроме того, составители рейтинга назвали Чебоксар одним из самых безопасных городов нашей страны. Выделение для многодетных семей более 450 земельных участков тоже способствовало укреплению имиджа Алексея Ладыкова как города начальника. Употребление боярышника в Иркутске обернулось трагедией. Вместо этилова в парте оказался концентрированный метиловый спирт. От сильнейшего отравления уже погибли 64 человека, и это число продолжает увеличиваться. В связи с трагедией глава Чувашия Михаил Игнатьев попросил руководителей аптечных сетей приостановить продажу спиртосодержащих настойок в регионе. Не принимать внутрь. Черным по белому написано на этикетке настойки боярышника. Очень часто подобные предупреждения действуют на алкозависимых, как красная тряпка на быка. Подобные испытания судьбы на прочность очень часто имеют печальный исход. С января по октябрь этого года от употребления фанфуриков и контрафактного алкоголя в России скончались 7 тысяч человек. И тем не менее, в аптеках и торговых точках продолжают продавать доступные и дешевые спиртосодержащие жидкости. По формальным признакам аптеки ничего не нарушают. Но с другой стороны, налицо алкоголизация населения. Отметила руководитель Минздрава Чувашии Алла Самойлова на встрече с руководителями аптечных сетей. Еще в прошлом году аптечная сеть фармации отказалась от продажи жидкостей двойного применения. Ряд других аптек также подписали меморандум. Однако и в нашей республике есть предприниматели, готовые наживаться на здоровье людей. Несмотря на то, что партия убийственного боярышника в республику не поступила, Минэкономразвитие Чувашии настоятельно рекомендует быть бдительными. Ранее министерство проверило спиртосодержащий лекарственный препарат «Асепталин», продававшийся как минимум в двух негосударственных аптечных сетях республики. Результаты проверки огорчили. Препарат был недоброкачественным. Минэкономразвитие Чувашии предупреждает, что за продажу фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств предусмотрена уголовная ответственность. Дарина Игнатьева, Республика. Интеллектуально, иронично, неожиданно о новогодних поздравительных открытках народного художника Чувашии про скивити многие говорят именно так. С необычными афортами художника в эти дни можно познакомиться на выставке, которая открылась в столичном культурно-выставочном центре «Радуга». Для своих новогодних открытых художник выбрал самые неожиданные темы. Финансовый кризис 2008 года, события на Украине 2014-го, знаки восточного календаря, сценки из Библии. Чтобы понять и принять эти открытки, распознать символические знаки, своего рода иероглифы, нужно быть не только внимательным, но и эрудированным. На каждом листе зашифрована целая история. Крыса, бык, тигр, кролик и другие животные календаря необыкновенным образом вписаны в национальный пейзаж. И везде присутствует образ самого художника и его музы, чувашской девушки в национальном костюме. На холсте цветущая девушка. Ну, кот козла. Козел, что делает? Все объедает. Раски Витим – автор множества монументально-декоративных произведений. Мастер мозаик, витраже, резьбы по дереву, скульптуры, росписи. Признается, что открытки рисует исключительно для души, чтобы порадовать своих близких. Я их сперва не сохранял и не обращал внимания. Есть у меня, даже в Чебоксарах люди, у которых есть открытки, которые у меня нет. У меня самого нет. Я не думал, что это… Ну, это игра. Вот, подарил, нарисовал, подарил и прошло. Ну, потом в некотором количестве это сохранилось. И вот мне предложили делать выставку. Я с удовольствием показываю и сам даже некоторым удивлением смотрю. Всего удалось собрать 41 авторскую открытку, причем самая ранняя из них датируется 1987 годом. Одна из последних посвящена, конечно же, наступающему 2017 году. Яркий огненный петух спешит вместе с Дедом Морозом к людям, чтобы подарить праздник и раскрасить мир вот таким вот необычным образом. Тут вот, у кого как-то пусто, грустно, что-то прийти и посмотреть на эту выставку, и человек получит определенный заряд какого-то странного возбуждения. И я пытался в каких-то вариантах, ну, старался в лирических, как бы частных размышлениях показать, как удивительно встречать тот или иной год. Квадратный формат, геометрические розчерки, орнаментальные символы. Работы про скеветти невозможно перепутать. Их знают специалисты, искусствоведы многих стран. Они всегда находят отклик у зрителей. Мне понравились работы, они были необычными. Я увидела, как про скеветти рисовал, он мне подарил работу, она мне понравилась. Это был большой подарок для меня. Он рисовал необычно, надо понять суть картины, надо вдуматься в нее. Афорты, рисунки акварелью, открытки в современной компьютерной обработке начинающим художникам действительно есть чему поучиться у известного мастера. В свой юбилейный год про скеветти открылся поклонникам во всем многообразии своего таланта. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Минувшие выходные стали веселыми для зрителей Дома КВН и счастливыми для команды КВН из Чувашии, которая стала чемпионом Центральной Лиги Москвы и Подмосковья «Лампа». Юлия Важенина болела за наших. Центральная Лига Москвы и Подмосковья – вершина всего столичного движения нетелевизионного КВН. Многие команды, добравшиеся до высшей телевизионной лиги, начинали здесь, в «Лампе». Повторить их путь желают все КВНщики страны. Команды из Петропавловска, Камчатского, Екатеринбурга, Владимира, Киева, Калининграда, Энгельса, Ростова-на-Дону и даже Праги в разное время пытались завоевать «Лампу». И вот уже второй год подряд Центральную Лигу Москвы и Подмосковья штурмуют команды КВН «Чуваши». А следующий случай мог произойти только в Чебоксарах. Итак, батя решил закодировать своего сына. Меня-то за что? Я же не пью. А че тогда испугался? А че тогда испугался? Просто непонятно, как это скажется на моем организме. О, Лена, непонятно, как это скажется на моем организме. В прошлом году «Чуваши» дошли до финала, но победителями не стали. На этот раз КВНщики выигрывали каждую игру сезона и к финалу подготовились основательно. Ела с Савушкин продукт. Со мной случился вот недуг. Че ты врешь, че ты врешь, просто так ваша, ну ты жрешь. Отдельно стоит выделить группу поддержки чебоксарской команды. Чтобы вдохновить своих КВНщиков, болельщики не жалели ни голосов, ни ладошек. Наши Чуваши! Наши Чуваши! Чемпион Лиги Москвы и Подмосковья известен. Это команда КВН Чуваши. Именно наши КВНщики в следующем сезоне попробуют свои силы в телевизионной премьер-лиге. И кто знает, может перед нами будущие уральские пельмени. ПЕСНЯ Полную версию финальной игры центральной лиги Москвы и Подмосковья смотрите в программе КВН за кадром 25 декабря в 19 часов на нашем телеканале. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Спортивный календарный год подходит к концу. Все международные старты для атлетов Чуваши уже завершены. Всего на континентальных и мировых чемпионатах и первенствах представителям нашей республики удалось завевать около 80 медалей. Пожалуй, самой яркой, громкой победой можно считать золото Татьяны Акимовой на этапке Кубка мира по биатлону. В биатлон Татьяна Акимова пришла в 12 лет, решив совмещать его с занятиями лыжными гонками. Но когда настало время сделать выбор между видами спорта, верх одержал биатлон с его зрелищностью. Азы мастерства Татьяна получала в детско-юношеской спортивной школе в поселке Новые Лапсары. А после продолжила заниматься в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва номер 2. В родной школе в ее спортивный потенциал верили всегда. На самом деле ожидали, потому что Таня она очень сильная спортсменка, функционально очень сильна. Наверное, не ожидали именно, что вот это будет на днях. Раз Таня сама даже была очень приятно удивлена своему результату. Золото на третьем этапе Кубка мира в спринте, бронза в пассюте. Эти медали взорвали всю мировую биатлонную общественность. В составе России Татьяна дебютировала лишь в прошлом году. И такой результат стоит дорогого. Лучшего завершения года нельзя было и представить. Мы всей спортивной школой, всей биатлонной семьей от Чуварской Республики желаем ей удачи. Чтобы она еще не раз поднялась на ступень педестала почета, на высшую ступень педестала почета. И, конечно же, мы очень ей гордимся и желаем ей удачи. Сейчас Татьяна продолжает подготовку к предстоящим в 2017 году этапам Кубка мира. И, к сожалению, большой спорт не позволяет ей встретить Новый год в кругу родных и близких в Чувашии. Ведь уже со 2 по 8 января ее ждут в немецком городе Оберхофф. Екатерина Абрамова, Сергей Адушкин, Республика. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова